Павел Филипп вылетел в Брюссель. Его визит в столицу европейских ценностей связан с громким юбилеем – десятилетием программы «Восточное партнерство». Нельзя сказать, чтобы все поголовно в стране прониклись его идеями. Как вспоминает тогдашний министр иностранных дел Андрей Стротан, многие чиновники того кабинета были за продолжение участия в Пакте стабильности для Юго-Восточной Европы. Саму же идею «Восточного партнерства» они восприняли как создание дуги буфера между странами ЕС и не ЕС. Но политические силы, которые пришли к власти в 2009 году, активно настаивали на подписании учредительных документов. Итак, что же мы имеем спустя 10 лет? Оправдала ли себя эта идея? Какие плюсы и минусы от членства в партнерстве получила Молдова, а другие страны-участницы и, наконец, сам Европейский Союз? Давайте разбираться. Вы смотрите «Полюс», где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не в полной мере премьер господин Филипп. Вот и как-то вот, не знаю, вот этот вот состав, да, он навевает на какие-то определенные мысли о судьбе Восточного партнерства, в том числе. Виктор Филович, как думаете? Ну, Восточное партнерство, надо сказать, что с самого начала при создании было ясно, что создается определенный буфер, как вы сказали. Это относительно России, тем более, что это связано со странами бывшего Советского Союза. И, безусловно, что здесь геополитическая подоплека, она самая-самая главная. Вот. В какой мере Молдова должна была участвовать, конечно, это решили тогда политические силы 2009 года. Надо сказать, что и раньше, в принципе, вопрос о создании вот этого, этой ассоциации здесь был на повязке дня и в Молдове, и в других странах, в Грузии, на Украине. Но, в конце концов, мне кажется, что Молдова ничего не получила от этого. Она выставила себя как определенный игрок, оппонент, в принципе, российской политики. И, к сожалению, это не самая хорошая участь для Молдова, которая хочет и добивается быть нейтральной страной и обязана это делать. Интересы нашей страны, как известно, они и на Востоке, и на Западе, и в России, и есть и европейский вектор, нужно с ним тоже считаться. Поэтому, лично, я не вижу вот того конструктива, да, я не вижу проектов. Здесь больше идеологических, пропагандистских, больше, значит, геополитики, чем реальных дел. А Молдове, в принципе, нужны реальные дела, нужны реальные проекты, связанные особенно с экономикой. Спасибо. Спасибо. Корнео, как вы думаете, вот политики, которые в 2009 году тогда лоббировали этот вопрос, да, вступление в Восточное партнерство, вот если честно-честно, они до конца понимали суть этого проекта? Ну, я хочу сказать, что никто тогда до конца не понимал. Все понимали, где начинается Восточное партнерство, но где оно заканчивается, никто не знал, включая и политика в Брюсселе. И мы не знали, то, что было предложено, это безвизовый режим, это было конкретное предложение, мы его получили, и, в принципе, это самое большое достижение. Нельзя сказать, что это революционное нечто, что-то такое, дар божий, но все-таки многие люди от этого выиграли. Более того, нам было предложено соглашение об ассоциации, в частности, в торговых отношениях. Здесь мы и выиграли, и проиграли, тут очень сложно сделать арифметику. Проиграли в том плане, что наши экономические отношения с Россией ухудшились, но мы намного улучшили отношения с Евросоюзом. Вот это было известно, но, конечно же, наши отношения с Брюсселем не столь просты. Они исходят из так называемого принципа constructive ambiguity, даже затрудняюсь, как перевести его с английского. То есть мы хотели нечто большее, нежели было предложено. И это было получение статуса кандидата со временем вступления в ЕС. Это не могло быть высказано, нам даже не было в каком-то плане разрешено подавать заявку. Но, тем не менее, понятно, что все об этом думали. То есть мы ожидали, если серьезно, вернее не мы, а те, кто занимался этим вопросом, ожидали, что спустя короткое время у нас будет статус страны кандидата, и это откроет перспективу для вступления. То есть тут этот принцип автоматизма, пошагового движения, который приведет нас к той ситуации, оптимистический сценарий, когда мы сможем претендовать на получение даже статуса члена ЕС в начале кандидата. ЕС, конечно, об этом ничего не говорил, а то, что они конкретно предлагали, это безвизовый режим и стандартизация в рамках, униформизация в рамках соглашения. В принципе, конечно, они хотели тоже нечто иное, чем мы, чтобы мы стали как они, чтобы они нас как бы стандартизировали, превратили в Румынию, в тогдашнюю Румынию с Ковиши, но меньшего размера. Это тоже им не совсем удалось, потому что мы люди все-таки молдаване, вроде бы говорят, про мамалыга не взрывается, но все-таки мы не столь, не так легко нас приручить, как и Румын, кстати. И поэтому вот и они не получили полностью того, что они хотели, и мы не получили того, что мы хотели. Но что-то мы получили, и те, и они. Вот вы повторили тезис, который сказал господин Юлиан Гроза, он сказал, самое главное, это безвизовый режим. Ну, так получается. Хотя с вами не соглашусь в том плане, что одинаково было отношение. Мне кажется, что Евросоюз с нами был честнее. Спорный вопрос тут. А объясню почему? В 2017 году, когда речь шла об Украине, если вы помните, пресс-служба Евросоюза распространила документ, так и назвали его, 10 мифов о восточном партнерстве. И вот там в первом пункте было сказано, что инициатива партнерства – это не процесс вступления в ЕС. Ее цель – создать общее пространство, демократии, процветание. Мы не верили в это. Да, понимаете? Мы не верили. Мы же были готовы в 2014 году подать заявку, или в 2015 году, или в 2014 году, уже говорилось реально, мы сейчас подадим заявку. Но это говорит о том, что не то, что мы такие недоверчивые, это говорит о том, что мы недальновидные, политически не очень грамотные. Господин Денцов, как вы эту ситуацию можете? Ну, конечно, да, мы будем спорить, безусловно. Мне кажется, опыт отношений в рамках восточного партнерства дал Республике Молдову каждому жителю, ну, в первую очередь избирателю, конечно, колоссальный опыт того, как не нужно вести геополитику, как не нужно вести отношения с внешним миром. И по одной простой причине, абсолютно понятна экономика первичная. Когда мы, ориентируясь на ценностные ориентиры, на ценностную парадигму в надежде, и особенно тогдашней политики, Филат, Лянка, Гимпу и так далее, использовали чувства граждан Республики Молдовы, чувства какие? Желание жить, как немец, желание жить, как француз. Но француз, немец, швейцарец, бельгиец, они живут хорошо и достаточно высокий уровень благосостояния не потому, что вот вдруг взрастие вот так вот получилось, а благодаря высочайшей эффективности производства. Раз. Благодаря дешевым кредитам, два. Благодаря отсутствию коррупции, три. Благодаря развитию, да, экономических связей, четыре. Но самое главное, благодаря тому, что руководство страны ведет грамотную экономическую политику. Закрывать восточный рынок, в первую очередь российский рынок, только потому, что у нас такие европейские ценности и принципы валор европей, это глубочайшее заблуждение. Я считаю, что в данном случае задача восточного партнерства заключалась в, скажем так, борьбе с русским миром. То есть вы считаете, что эта организация была создана как противорез России? Это организация, это классика жанра, классика геополитики. Создать между Европой и, в первую очередь, Российской Федерацией своеобразный интермариум, то есть между Балтийским и Черным морем своеобразный коридор. Классика геополитического жанра. И посмотрите, кто подчиняется. При Балты подчиняются строго американцам, поляки строго американцам, румыны строго американцам. И желанием было создать еще один дополнительный пояс. Буфер, который больше подчиняется американской политике, неже европейской политике. И вот отсюда складывается то, о чем сказал Корнелл. Не соответствует тому, что декларировали европейцы, которые я, например, считаю так же, знаете, вот как восточное партнерство, это клуб вассалов с отсутствием суверенитета. Но если у нас практически отсутствует суверенитет, мы не можем принимать решения, что касается внешнего мира. То Германия, Франция, у них, скажем так, частичный суверенитет. Давайте вспомним, что в Германии находятся американские войска, во Франции тоже американские войска. Как только Макрон сказал о необходимости, я чуть отклонился, о необходимости создания европейской армии, тут же возникли забастовки и так далее. Понятно, что Европейский Союз, он частично исчерпал свой суверенитет. И когда они проводят внешнюю политику, задача А, это экономическая политика, и мы видим, что у нас творится на нашем рынке, когда у нас последние новости, мы будем импортировать польские яблоки. Это закономерно. Ну и второй, это геополитический фактор, то, о чем сказал Виктор Федорович. Виктор Федорович, понимали наши политики, и вот потом вас попрошу корня ответить, вот всю антироссийскую сущность этого проекта? Либо они на самом деле просто верили в светлое будущее, в том, что мы все-таки вступим в Евросоюз, и для этого необходимо сделать вот такие вещи, в том числе вступить в восточную партию. Я думаю, что часть политиков, безусловно, понимали, что делают, потому что мы видим среди правящих правительств за последние 10 лет огромное количество все-таки русофобов было в этих правительствах. Они не понимают геополитическое место Молдовы, они в этих вопросах, может быть, и не всегда разбираются. Но вот мы затронули с вами очень интересные эти темы без визы и договор об ассоциации. Безусловно, что наши не хотели увидеть и не хотели предугадать, проанализировать, что это нам даст, в принципе, именно с точки зрения социально-экономической, как я обычно говорю, и с точки зрения модернизации страны. Что мы от этого будем иметь реально, не через декларацию и так далее. Потому что, когда предлагают наши соседи, великие геополитические партнеры, какие-то проекты, безусловно, что нам, малым странам, всегда нужно очень осторожно проанализировать, особенно тем странам, которые являются нейтральными, хотят быть нейтральными во всяком случае. Поэтому, мне кажется, очевидно, что и без виз, и договор об ассоциации в Молдове почти ничего не дали. Я скажу, что больше здесь отрицательного, чем положительного. И без визы вы видите больше отрицательного? Потому что, вот коллега очень правильно сказал, почему европейцы живут хорошо, более-менее. Но здесь есть один фактор, очень важный, его не надо забывать, специалисты об этом. Это дешевая рабочая сила. Это хорошо подготовленная, в принципе, образованная рабочая сила. Ведь кто у нас уезжает? Обычно это люди с очень серьезным инженерным образованием, с гуманитарным образованием. Это обычно люди, которые имеют среднее, специальное или высшее образование. И вот Европа сейчас вытягивает из этих бедных стран, в том числе из Молдовы, но из Украины, из Грузии, из других мест. Поэтому Европа, Европейский Союз, он ничего не проиграл. Он, наоборот, выдвинул очень интересную для себя перспективу. С одной стороны, ослабить позиции России в этой зоне. С другой стороны, заполучить, как говорится, дополнительные еще какие-то выгоды. Я вижу это выгоды, в первую очередь, социально-экономического, но и геополитического. То, что, в принципе, им удалось. Ну вот, как россияне объясняли вред от этого всего экономически? Я не буду говорить сейчас про геополитические эти моменты. Вы о них уже все достаточно, я думаю, рассказали. Вот они говорили так, что наиболее приоритетным компонентом вот этой инициативы восточного партнерства является его энергетическая составляющая. В частности, создание альтернативных России путей энергоснабжения Европы. И когда Северный поток-2, вы помните, сколько было сказано, как сопротивлялись, Южный поток. То есть, по идее, то, что россияне сказали в 2009 году, оно как бы сбылось, не сбылось, Корнех? Ну, я не знаю, нет, полностью не сбылось, конечно, и даже частично не сбылось, потому что все равно Россия остается главным игроком на энергетическом рынке в Европе. И все эти окольные пути, я напомню вам, сколько проектов не сработало, в первую очередь, на Бука. Это был альтернативный, очень серьезный проект, которого европейцы, США поддерживали этот проект, просто не прошел. То есть, все равно Россия осталась главным игроком. Но, видите ли, вы подняли планку слишком высоко. Молдова в этих альтернативных проектах, в попытках строительства вот этих альтернативных путей очень мало участвовала. Да, нас просят в рамках вот Восточного партнерства принять вот эти стандарты, опять стандарты по поводу второго, третьего пакета энергетического. Они связаны с тем, чтобы вот всю эту шелуху, если отодвинем, то понятно, чтобы Газпром не безраздельно властвовал на европейском рынке. А если он поставляет, то он не может продавать газ. Вот это были бы фрагментации владельца, поставщика и продавца энергетических ресурсов. И, в принципе, как бы это не наша борьба. Молдова особенно в этом не должна как-то иметь определенную позицию. А для нас вот эта ветка, которая идет со стороны Румынии, в принципе, она нам выгодна. Несмотря на то, что вроде некоторые считают, что она невыгодна России. Но, в принципе, Молдова в своих шагах должна, хотя я не думаю, что для России это тоже большая головная боль, в своих решениях Молдова должна исходить из собственных интересов. И в данном случае, мне кажется, вот этот газопровод, который строится, и вроде бы, как бы некоторые говорят, он направлен против России, он, в принципе, нам выгоден, и мы поэтому должны его посрать. Здесь просто все. Тогда, получается, давайте сосредоточимся, не будем тогда планку поднимать слишком высоко, сосредоточимся на наших ожиданиях, на том, что, в принципе, планировалось нашими политиками, и что они делали за все эти годы. Но, я не знаю, нет, наверное, человека, который больше говорил бы об этом, чем Юрий Лянг. Потому что, ему принадлежит, ему принадлежит это все-таки классика жанра, как вы говорите, наша дорога в Евросоюз стала irreversible, то есть невозвратной, необратимой. Необратимой, да. Я так рада, что вот здесь вот так сразу со мной согласились. Так вот, когда в 2017 году очень четко нам было сказано на саммите в Брюсселе, было сказано, что, ребята, не идет речь ни о каком членстве, в принципе, поймите вы это, господин Лянг через год, в 2018 году в Будапеште скажет знаменитое свое изречение. В целях укрепления процесса повышения доверия тех, кто рассматривает Евросоюз в качестве единственного приоритета развития страны, ЕС должен предоставить четкую перспективу Республики Молдова. Без статуса страны-кандидата будет сложно удержать социальный ритм реформ. Вот я не понимаю, господин Лянг не понял то, что ему сказали с первого раза? Или вот он, вот это так говорит, то, что он считает, чем больше раз он скажет, тем быстрее это дойдет до европейцев? Как полагаете? Если вы позволите, все-таки с европейцами очень часто так происходит, и с Западом. Сначала они начинают какие-то процессы, но они не знают, что они конкретно дают. А и тут есть смысл потребовать, ведь никто не думал, что Румыния войдет в НАТО и в ЕС в 2004-2007 году. То есть в каком-то смысле и в саммите мадридском в 1997 году это все было решено довольно-таки неожиданно, что да, у них есть перспектива. И вот отсюда это логика. Кстати, ее сильно продвигали маленькие страны ЕС, они даже нас учили. Да, они вам не дают, но вы требуйте, потому что у нас то же самое было. Вы, это, кстати, есть термин в Евросоюзе, там очень много умных словечков, preemptive reforms. Делайте реформы на опережение. И вот это ваше послушание, это ваш стиль отличника, это в какой-то мере это сыграет в вашу пользу, и вы получите больше того, чего они вам дают. И они в самом деле получили больше того. Теперь я поняла, почему мы выслали столько российских дипломатов, когда в другие страны выслали мало. Разве не так, Виктор Федорович? Мы, единственное, что было способно наше правительство, потому что, видите как, все-таки с безвизом связывали и с договором об ассоциации, связывали что? Социально-экономическое развитие, что у нас вырастут инвестиции, что вырастет экспорт, что вот создаваются новые рабочие места и так далее, и так далее. Мы же видим все наоборот, инвестиции все-таки не идут. По коррупции нас обвиняют, уже все понимают, что это коррумпированная страна. Страна захвачена, значит, олигархами. Кроме этого, очевидно, что количество рабочих мест сокращается. Очевидно, что население уезжает из страны, особенно активная ее часть. Поэтому это по всем статьям здесь провалы. И я думаю, что сейчас Европейский Союз буквально нечего ждать от Молдовы. Они не знают даже, что предложить. А что же они предлагали? Они попытались, значит, где-то там... А зачем им? Они предлагают финансовую помощь, только ее обуславливают. Конечно. Да, вот и все. Это единственное. Единственное, чтобы были проевропейцы, чтобы эти проевропейцы были, ясно, антироссийскими политиками. Это единственное, что осталось. То есть наши надежды, связанные с экономикой, с модернизацией, они ушли на нет. Абсолютно ушли на нет. Согласны, Александр? Людмила, смотрите, вот этот месседж Лянка, когда он сказал о необходимости четкой постановки перед Молдовой, о том, что у нас есть возможность или будет возможность вступить в Европейский Союз, это обращение избирательного характера к той же идеологии, о чем я сказал раньше. Желание эксплуатировать надежду молдаван, жить как немец, как француз, для своих будущих электоральных целей. Я так сказать, ребята, проголосуйте за меня, я обязательно доведу Республику Молдову до Европейского Союза. Но для того, чтобы понять, что это все бред, что это величайшее мошенничество, надо избирателю честно, молдаванам честно рассказать, ребята, а что такое соглашение об ассоциации? Это несколько другое, чем восточное партнерство, да? Нет, это то же самое, восточное партнерство основано на соглашении об ассоциации, и восточное партнерство прямо указывает на соглашение об ассоциации. Но что такое соглашение об ассоциации? Мы взяли на себя безальтернативную обязанность внедрить все законодательство Европейского Союза, тысячу страниц, текста, который депутаты не читали, оно было на английском языке. А что толку, если бы они читали? Нет, ну да, что толку, значит, что толку. Там это очень сложно, там это стандарты, там нужно понимать. Совершенно верно, там 400 директив стандартов в каждой области, начиная, давайте, от щепетильных тем, родители 1 и родители 2, начиная от той темы, что в сельском хозяйстве, в деревне нельзя содержать корову и резать ее поросенка каждую воскну перед Пасхой, это запрещено, ты должен создать такие условия, которые ни один крестьянин в Республике Молдово не сможет создать условия. Для поросенка. Для поросенка, для коровы, для того, чтобы выращивать в домашних условиях, это создает условия для крупнейших промышленных предприятий в сельском хозяйстве. И, уважаемые друзья, соглашение об ассоциации, если Янукович сделал гениальную вещь, вот его можно во всем обвинять, но он заказал Академию наук Украины, ребята, посчитайте, во сколько экономике Украины обойдется соглашение об ассоциации. Они сдали цифру 160 миллиардов евро в течение 10 лет. Задайте вопрос Актавиану Калмыку, задайте вопрос Царам, задайте вопрос всем остальным. А вы хотя бы считали? Они даже не считали. Дайте любой текст экономисту, подпишите с закрытыми глазами. Это предательство. Это и есть подписание вассального договора. Без подсчета выгодно или невыгодно, а экономика требует подсчета. У них даже приблизительно цифры нет. И это привело к тому, что мы, молдаване, сейчас импортируем польское яблоко, которое стоит значительно дешевле, чем молдавское. Вот чему привело. Понимаете, что я имела в виду? Вы говорите одно и то же, не одно и то же. Вот смотрите, как поступила Армения. Вы знаете, да, что у них нет соглашения об ассоциации. Они подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Вот Молдова по этому пути не пошла. И в то же время вы знаете, что Армения сотрудничает с Еврозетом. Это я сейчас начинаю говорить известную притчу о ласковом телятке. То есть мы совсем не ласковые и тем более не телятка оказались. Это два документа абсолютно разные. Армения пошла по совсем другому пути. А почему у Армении был такой выбор? У Армении не было такого выбора. Дело в том, что ситуация была такова, что в 2013 году перед Вильнюсским саммитом было предложено и Армении, кстати, парафировать эти соглашения об ассоциации. Они выполняли. Но было принято политическое решение. Кстати, оно было в конце лета. В 2017 году? Нет, в 2017. В 2017 году было в 2017 году. Но Армения в 2013 году пошла по другому пути, который привела к подписанию в 2017 году. Им в России сказали, что у вас будет появиться проблема на карабахском направлении, поэтому нежелательно подписаться. Так же, как сказали и Украине, и Януковичу. И они отказались от этого пути. Отказался и Янукович в более мягкой форме, потому что он понимал, что у него будут осложнения. А у армян этих осложнений не может быть, потому что прорусскость там намного сильнее проявляется. Поэтому у них тоже были недовольны от того, что в гражданском обществе, я помню эту ситуацию, лидеры гражданского общества были очень недовольны, что Саргстян отказался от этого пути. Но таково было политическое решение, принятое тогда руководством Армении. Им сошло это с рук, сравнивая с Украиной. Поэтому другая ситуация. Вы полагаете, что мы поступить по-другому тогда не могли? Ну, если вы хотели бы Майдан, возможно, можно было бы поступить и иначе. То есть вы полагаете, что если бы не было подписано, то у нас вот это привело бы к Майдану? Невозможно политически идти по одному пути выбранному, к ЕС, и потом резко от него отказаться. Всегда существуют издержки. И у Украины мы увидели, какие большие издержки. Может быть, у нас они были бы меньше, но зачем нужно было гадать на кофейной гуще? Мы пошли по нашему... Кстати, мы тогда были догоняющими. Украина пережала нас. Они должны были подписать соглашение, а мы только парафировать. Поэтому ничего страшного тогда не было. Виктор Швейш, смотрите, какие интересные вещи говорит сейчас Корнелий. Он говорит о том, что если бы мы этого не сделали, то у нас был бы Майдан. Вот видите, все так просто. Не обязательно Майдан, но могло бы. Что-то, что вы сказали. То, что мы имеем в последние десятилетия дела с этими... Как с выбором-то быть, друзья? Выбора нет. Вы самым выбором не дают, понимаете? С всякими цветными революциями и Майданами с этим тоже надо считаться, безусловно. Но я говорю о той нашей элите, которая может быть разнопартийной, разноидеологической, но которая должна в первую очередь думать о перспективах страны, о перспективах, в первую очередь, развития. Когда мы говорим о качестве жизни, о перспективах развития, модернизации и так далее, конечно, надо было спешить не спеша. То есть, идти... Торопиться не спеша, говорят. Торопиться не спеша. Потому что это, так или иначе, наше вступление в восточное партнерство заставило внешнюю политику Республики Молдова все-таки больше подключиться к западному вектору, не считаться с нейтралитетом. Не случайно ряд политиков, ряд министров выступали ясно против нейтралитета страны. Значит, сближение с НАТО, сближение с Соединенными Штатами, мне кажется, что это одного, как говорится, поля ягода. И, безусловно, когда мы, а части нашей научной элиты, очень ясно говорит, что Молдова нуждается в открытии обоих векторов, да, и именно восточное партнерство помешало Молдове иметь хорошие, ровные отношения с Россией, в том числе на этих рынках. Ну, после 2016 года, значит, попытался президент перенять часть этих инициатив и проводить эту политику. Но надо сказать ясно, что это недостаточно, что здесь внешняя политика должна быть более, значит, равноудаленной или, как мы говорим, более сбалансированной. И в этом смысле я думаю, что надо не то, что отказаться от восточного партнерства, но все-таки уходить, уметь уходить. Даже сейчас? Даже сейчас, потому что надо каждый раз задавать себе вопросы, а в чем наш интерес, а где наши проекты, а где проекты вот экономического характера. И если мы не видим четкости вот через Академию наук, через ученых, через экономистов, тогда нужно немножко строить, приходить с другими инициативами. Может быть, не отказаться полностью, но приходить реально, ребята, давайте решать вопросы. Вот вместе, вот у нас такое предложение, которое будет интересно и Украине, и Грузии, и другим, и другим. Если этого нет, а я боюсь, что этого не будет, потому что там немножко другие интересы, и они там Брюссилием, как я понимаю, достигнуты. И одно из этих достижений больших, это этот кризис на Украине, который будет продолжаться еще долгое время, который просто так не отойдет, и так далее, и так далее. — Был ли выбор все-таки? Вот интересная у нас такая ветка в разговоре образовалась. Я повторюсь, у вассалов в данном случае выбора нет, и единственный шанс для нас в Молдове жить нормально, повторюсь, жить как француз, как немец, у нас здесь, на территории Республики Молдова, это наконец-то включить мозги, достать калькулятор. Вот и все. Экономика, она должна быть, знаете, подсчитывать нужно прибыль. Если мы внедряем определенный стандарт, нам необходимо четко посчитать, нам выгоден данный стандарт или не выгоден. Если мы внедряем стандарт калибровки яблока, покрытия, хранения и так далее, это нам выгодно. Если мы внедряем родитель номер один, родитель номер два, для нашего традиционного общества это не выгодно, это противоречит нашему обществу. Если мы что-то внедряем, что из-за этого мы теряем восточный рынок, нет необходимости этого делать. Нужно в первую очередь включить мозги и включить калькулятор. Я приведу простой пример. У меня друг достаточно долгое время работает в ветеринарной области. Потом мне привел пример, не буду говорить в каком районе. Приезжала комиссия из Европейского Союза, человек, собственник птицефабрики, решил получить сертификат ИСО для поставки мяса птицы в Европейский Союз. Когда приехала комиссия из Европейского Союза для получения данного сертификата, они сказали, ребята, вы не соответствуете стандарту Европейского Союза, который мы подписали в соглашении об эстации, это указано. Для внедрения этого стандарта только одна птицефабрика должна инвестировать приблизительно 5 миллионов евро. Я возвращаюсь к тому цифре, что Янукович подсчитал, во сколько обойдется экономика, а мы не подсчитали, сколько у нас птицефабрик, птицефабрик, сфинофабрик. Что толку, что он подсчитал? Мы хотя бы знаем, понимаете, а у нас этого нет. Здесь Карнел говорит о превалировании политического. Нет, совершенно верно. Но я еще раз говорю, должно превалировать экономический характер. Нужно превалировать выгода или не выгода. Если Европейскому Союзу выгода заключается в чем? Ну, во-первых, понятно, у них проблемы с приростом населения. Болгария минус 2 миллиона человек, Румыния 42 миллиона, сейчас минус 5 миллионов человек. При Балты в каждой стране минус миллион человек. У нас в Молдаване минус миллион человек. Это результаты вот этой европейской политики, господа. И об этом нужно честно говорить. И все никуда уезжают. Подавляющее большинство уезжает в Европейский Союз. Это экономически активный человек детородного органа, который для экономики это огромнейшее богатство. Вот взрослый человек, который может приносить потомство, ну, я утрирую статистически языком, но это огромнейшее богатство для экономики Германии, Франции и других стран. И этот человек будет приносить дополнительную прибыль, добавочную стоимость для экономики Франции, а не для экономики Румынии, Болгарии или Молдовы. Вот для того, чтобы мы здесь зарабатывали, необходимо здесь делать производство. А чтобы здесь делать производство, необходимо, опять же, включить мозги, включить калькулятор и выкинуть эти ценности куда подальше. Я с трудом представляю себе, как некоторые политические партии, которые сделали себе, собственно говоря, политический капитал на идее евроинтеграции. Ну, ребята, ну, когда Брэкзит, когда Фрэкзит, когда Франция, Британия собирается выходить из Европейского Союза по одной простой причине. Про Фрэкзит я не слышал. Об этом уже неоднократно поднимается Франция, в Бельгии поднимается вопрос, ну, Ирландия это отдельно. В Чехии поднимали вопрос, ребята, вы знаете, в Германии поднимают вопрос о том, что Германия экономически больше выиграет, если выйдет из Европейского Союза. Но в Германии другой вопрос, вот с северным потоком связано, фактически у нас четвертый РЭХ экономического характера. Я хочу по поводу политической подоплеки поговорить, но несколько позже. В отношении дня сегодняшнего, вот Павел Филипп уже в Брюсселе, у него уже какие-то встречи наверняка состоялись. И вот есть высказывание Еврокомиссара по политике добрососедства и расширению Иоханнес Хан, да, вот что он заявил. В прошлом году не произошло никаких, говоря о Молдове, не произошло значительных изменений в том, что касается перспектив Молдовы получить макрофинансовую помощь, приостановленную в 2018 году. На вопрос, может ли эта помощь для Молдовы быть разморожена, Хан сказал, это связано с тем, как новое правительство будет решать эти вопросы. Я уже перечислил их в прошлом году, но, к сожалению, существенных изменений не произошло. То есть это я к чему все говорю. Видите, как европейцы, они жестко высказались по поводу того, что происходит у нас в стране. Получается, мы мало что сами, исходя из этого всего, можем себе позволить. Так, Корнелия? То есть учитывая, что к нам одни претензии, значит, нам говорят, когда найдете миллиард, нам говорят, что мы самые коррумпиры, нам много чего говорят, денег не дают. Вот это все дорого. Знаете, вот это высказывание, это логика, как говорил Путин, людей с низкой сосуществом социальной ответственности. Ну, он там говорил про девушек, да. Ну, про девушек, я про наших политиков говорю. Если мы в 2006 году, речь о материальной помощи от Евросоюза 100 миллионов евро касается, мы в 2006 году, до знаменитого винного эмбарго, после политики Воронина, мы поставляли в Российскую Федерацию винноматериалов на 600 миллионов долларов. Зачем нам унижаться ради эти 100 миллионов, если мы можем попытаться зарабатывать самим? Но для этого, опять же, нужно включить мозги, включить калькулятор. Мы можем себе это позволить в нынешних условиях, вот говорить такие вещи жесткого характера в разговорах с европейцами, учитывая, что мы вечно ходим к ним и говорим, и говорим одно. Денег дайте. Нет, ну, можно говорить разное. Другой вопрос, выгодно или нет. Задача, ведь ситуация, которая сложилась у нас с ЕС, не очень хорошая, она интерпретируется по-разному. И есть правы, которые считают, что Молдова и демократическая партия полностью сошла с европейского пути. Есть социалисты, которые говорят, что да, вопрос коррупции правильно ставится ЕС, но, к сожалению, Молдова еще продолжает очень жестко идти по дороге к Европе, и надо смягчить. То есть, одни говорят, что мы полностью отказались, другие, что мы чересчур, ну, не мы, а демократическая партия, которая до недавнего времени руководила, как бы ее сделали ответственной за то, что охладили наши отношения с ЕС. А вы как полагаете? А я склонен больше доверять поведению демократической партии, тому, что делает господин Филипп. То есть, ситуация сложная, неоднозначная. Да, отношения осложнились. Скорее всего, того энтузиазма, который был раньше по поводу ЕС, уже не будет. То есть, понятно, что наши отношения с ЕС в рамках восточного партнерства, может быть, это изменится, потому что и в Европе не понимают, что будет происходить с восточным партнерством. Наши отношения уже будут более прагматичными. И надо выстраивать их, вот, кстати, я здесь согласен с тем, что было сказано, на более прагматичной основе, исходя из выгод обеих сторон. Поэтому рвать по-живому, ссориться с европейцами, которые нас критикуют, нет смысла. Мы от этого ничего не выиграем. Надо к ним ездить, надо вновь договариваться. И, возможно, кое-что менять в рамках тех соглашений, которые есть. И я частично согласен, что очень многое из того, что было подписано, очень сложно. Но, важное уточнение, мы тогда подписали, но вот эти под наши подписи были и деньги. То есть, надежда состояла в том, что ЕС, заставив нас вот те 5 миллионов, они еще и дадут частично эти деньги для того, чтобы мы их... А потом политически у нас осложнились отношения, они сказали, мы вам деньги не даем. А раз нет денег, мы ничего не можем сделать. Развели. Ну, можно и так сказать, можно и сказать, что ситуация поменялась. Я бы сказал немножко по-другому. Давайте мы вспомним, вот если история Восточного партнерства, это фактически наследница Гуам. Вот, знаете, вот кроме вот таких красивых бумажек на самом сайте Восточного партнерства, Европейского совета, это то, что они добились. Ну, вот у нас сильная экономика. У нас разве экономика сильнее стала с 2009 года до 2019 года? Очень сомневаюсь. Нет. Дальше у нас... Посмотреть на торговое сальдо, то оно все отрицательнее и отрицательнее. Совершенно верно. Сильно у нас долг государственно увеличивается. Сильное правительство. У нас разве правительство сильное стало? Борьба с коррупцией. Ребята, кто давал деньги на реформирование прокуратуры? Европейский союз, американцы. Кто у нас был консультантом в правительстве всех так называемых этих альянсов за евро, как мы их называем? Европейские, американские? Ну, американцев не было, европейцы были. Ну, были американские. Что я не помню, в министерствах были европейцы. Ну, европейские, понимаете, то есть... В министерстве обороны, господин Тюря? Не знаю. Ну, вот, а я знаю. Спросите меня, пожалуйста. Представляете, консультанты с Европейского союза, получая зарплату, европейскую зарплату у нас в министерствах, консультировали, помогали нашим министерствам внедрять вот эти, внедрялись до такого, что у нас украли миллиард евро. Ребята, это именно специально финансирование было, реформирование прокуратуры. Прокуратура прозевала, цена прозевала, национальный банк прозевал. А кто рекомендовал изменение законодательства по национальному банку? Это вот это вот мы, благодаря тому, что Европейский союз просит, надо принять такое законодательство, надо принять такое законодательство. У нас что-то лучше стало? У нас в сфере безопасности разве лучше стало? В сфере объединения общества, Stronger Society, вот они пишут, сильное общество. Ребята, а мы что, не видим унианизм? Хоть кто-то хоть слово сказал, что, ребята, унианизм раздваивает молдавское общество и уничтожает наше молдавское общество. Об этом кто-то говорит? Об этом никто не говорит. И это все, вы же, мои друзья, восточное партнерство. Что-то говорит. Виктор Федорович? Ну, во всех бедах, в первую очередь, виноваты мы сами. Правильно, вот правда. Это наша власть, наш народ. Если народ сам выбирает, избирает избирателей, избирает таких политиков. А надо признать, что в эту избирательную кампанию экономических программ, проектов почти не выдвигалось. Не было борьбы идей, скажем так. И демократическая партия, и эти лидеры АКУМ. Единственное, чем они там пытались агитировать народ, хорошими дорогами, нас ждут. Мы откроем финансирование, мы способны ехать в Вашингтон и Брюссель, нам деньги дадут. Вместо того, говорить, что мы должны взяться за счет рукава, взяться за работу, зарабатывать дома. Потому что, что такое 100 миллионов, 50 миллионов, или даже 200 или 300 миллионов евро? Молдова каждый год получает от гастарбайтеров более 2 миллиардов долларов. Уже меньше, Виктор Федорович. Ну, все равно. Меньше, но это очень большие деньги. Поэтому экономисты и нормальное правительство должно это все использовать. А ждать декларации от господина Хана, Хан выполняет свою задачу. Он хочет нас держать под крылом ЕС, и поэтому ему нужно проевропейское правительство. На это он будет давать деньги, несмотря на коррупцию, на бандитизм, на их советы, на их провалы. Вот, вот это ключевое слово. Может быть, поэтому Восточное партнерство будет у нас еще очень долго поддерживаться. Потому что у нас в стране политики его как раз и воспринимают как противовес пророссийским устремлениям некоторых партий. Вы же были, у нас был саммит Восточного партнерства зимой. Так там выступающие, ну просто, вот, вы помните эту риторику. Вы знаете, все-таки это сложно повторять, но вы понимаете. Конечно, понимаем. Европейцы всегда отвергают это, и мы тоже, официальный Кишнев тоже отвергает антироссийское, потому что в нем нет военного элемента. А на самом деле, Корнелий? На самом деле, не бывает. Да, есть признаки того, что в этом проекте были антироссийские элементы. Но, в первую очередь, то, что Швеция и Польша придумала этот проект. Да. Если бы не Радослав Сикорский, говорят, все было бы проще. Но, с другой стороны, мы, кстати, от этого проекта не хотели этого антироссийского настроя. Мы хотели возможности продвигать свои товары в ЕС. Мы хотели безвизовый режим. И хотели еще другие. Мы хотели жить как в Германии. Вот это да. Вот это точно мы хотели. Асимметричную торговлю мы не хотели до конца доводить до ума. Но хотели жить как в Германии. Но для этого нужно было пройти определенные этапы. И нам, к сожалению, не удалось пройти эти этапы. Частично мы прошли, но не до конца. А сейчас восточное партнерство в кризисе. Мы на распутье. И все должны придумать, что делать дальше. Кстати, это проблема и для нас, в первую очередь, я согласен. Но и для европейцев тоже. И для России тоже, кстати. Потому что все должны посидеть. Вы как полагаете? Это уже стало проблемой для европейцев? Я не думаю, что это большая проблема для европейцев. Я думаю, что вот в этих условиях, когда им надо все-таки продвигаться дальше геополитически, они эту политику будут проводить. Будут выдумывать другие. Если наши, разумные, как мы говорим, правители, которые понимают, что такое национальный интерес, которые умеют его проводить, которые умеют считать, вот как было сказано сегодня, смогут предложить какие-то проекты интересные для страны, тогда какой-то толк от этого партнерства есть. Все остальное – это антироссийская затея, геополитическая затея, которая ничего почти не имеет с национальными интересами нашей страны и так далее. Мы не должны превращаться, есть хорошее слово, известное, мы уже превратились в эти постоянные просители. Мы постоянно от кого-то ждем помощи. Нам должна Европа помочь, значит, Румыния, Россия, Америка, Брюссель и так далее. Надо взяться за работу и забыть о этих каких-то легких проектов, которые были подписаны, в том числе договор об ассоциации, так и не перевели его для депутатов. Подписали с колена, это известно. Министерство экономики и Министерство иностранных дел, так и на сегодняшний день некоторые статьи этого договора, значит, они по-разному понимают и так далее. А самое главное, нам установили квоты, а самое главное, что любой товар европейский беспрепятственно проникает на наши рынки. То есть это полностью разбить наш рынок. А то, что яблоки не продаются, а то, что виноград не продается, а то, что вино продается с большим трудом, а то, что картошка сейчас подорожала, а то, что у нас нет серьезных проектов экономических, это очевидно. За 9 лет, я не обвиняю здесь правителей, которые пошли только на это партнерство, но за 10 лет эти, к сожалению, наши друзья в правительстве так и не могли продлежать проект какой-то экономической, социальной идеи, модернизации для того, чтобы каким-то образом объединить. Ведь, в принципе, молдаване, 80% из них являются патриотами, они никуда не хотят уезжать. Даже те, которые смотрят на этот проевропейский, как говорится, вектор, они хотят остаться дома. Но села полупустые. Но, значит, население, возможно, вообще зарабатывает и выживает. И об этом правители должны думать каждый день. Не о русофобской риторике, не об интересах Брюсселя или России, а в первую очередь о интересах Молдовы. Александр. Знаете, нам стоит четко понимать о том, что европейцы, в первую очередь, заботятся о самих себе. Конечно. То есть, их абсолютно не интересует будущее Республики Молдова, их интересует судьба француза, немца, гражданина Европейского Союза. И давайте не будем забывать, что здесь, на территории Республики Молдова, помимо влияния интересов Европейского Союза, есть очень сильное влияние интересов Соединенных Штатов Америки. Это абсолютно понятно. Но как это у нас выражается? Ну, давайте так, у нас все банки проданы непонятным европейским компаниям. Мы не контролируем собственную банковскую систему. У нас Виктория Банк продан, Агронбанк продан, что у нас Молдовенкомбанк недавно, по-моему, продали. Дальше. 40% территории у нас дано в концессию непонятной компании, американской компании. Сейчас условием получения этих денег было... Есть скрытые интересы, которые европейские власти просто заставляют наших молдавских властей впускать сюда крупнейших гипермаркетов, которые просто убьют всего местных производителей в Румынии, в Болгарии. Есть пример. На истории примера Болгарии и Румынии это абсолютно понятно. То есть, они заботятся о себе, они не заботятся о молдаванах. И нам это четко нужно понять. Другой логики, кроме как, повторюсь, включить это... Я сто раз буду это, если надо повторять, включить калькулятор, включить мозги и строго, прагматично вести политику у нас нет абсолютно. У нас должна быть четкая народная мудрость, ласковая телка, двухматок сосет. По-другому невозможно у нас вести... Да, мы, к сожалению, так Богом дано, так судьбой сложилось, история сложилась, что мы маленькая страна между двумя огромными геополитическими массивами, геополитическими такими мастодонтами. И мы должны грамотно вести политику. Да, мы не можем резкие маневры делать, но мы должны четко выверены шаги. Вот мы сейчас, и у нас последний вопрос. Я хочу, чтобы вы ответили на него. Что значит как раз вот это грамотно вести свою политику теперь, в нынешних условиях с восточным партнерством? И потом, когда мы говорим о роли Молдовы, то мы почему-то не сказали вот одно, на мой взгляд, важный момент. Понимаете, за эти годы мы вели себя не так, как будто мы маленькая страна, которая должна делать умную политику, да? Как говорят, большие страны большую политику, маленькие страны умные. Мы все время пытались эти годы, учились играть на противоречиях Европейского Союза, России, Соединенных Штатов. Это мое мнение. Не всегда у нас, конечно, далеко не всегда у нас получалось водить за нос, потому что в конечном итоге всем все становилось понятно. Но тем не менее, вот ваши комментарии. Виктор Федорович, как? Мне кажется, что в нашей передаче об этом было уже сказано. Буду только повторяться. Конечно, нужно иметь таких правителей, которые понимают положение страны, и которые, в принципе, им близко интересы простого человека, интересы населения. И в этом вопросе у нас очень большая беда. Очень большая беда. Потому что по-настоящему ни одна из партий, можно сказать, на сегодняшний день, ну, с небольшими исключениями, да, не предлагает очень ясную программу, с одной стороны, модернизации страны, восстановления экономики и, самое главное, умной, мудрой внешней политики. Эти вещи абсолютно взаимосвязаны на сегодняшний день. Надо уметь садиться за стол переговоров, находить компромиссы. Тем более, очевидно, и последние выборы показали, что общество запущено очень сильно. И политики какие есть, у нас других сейчас нету, да? И с этими надо сотрудничать, находить специалистов для того, чтобы буквально спасти страну. Другого здесь не дано. По поводу противоречия. Да, ну, вы знаете, специалисты все-таки, международники, они считают, что синоним игры на противоречие – это сбалансированная политика. Поэтому, в принципе, нет такой политики теленка, которая сосет у двух коров, потому что такую политику невозможно проводить. Между большими странами всегда есть противоречия. И мы можем проводить сбалансированную политику. Это игра на противоречиях. Это всегда было, есть и будет. Но, конечно, она должна быть умной, мягкой. А по отношению к Евросоюзу, конечно, у нас есть определенные шаги, конкретные шаги, которые мы должны сделать. Это, в первую очередь, нормализовать наши отношения, которые сейчас не блестяще. Это будет уже после… Мы не могли их нормализовать до мая. У нас выборы, нет альянса, а у них нет парламента. В принципе, у них сейчас, 26 мая, выборы в парламент. Нынешний парламент, который уходит, он был, ну, скажем так, довольно-таки враждебно относился к влавствующей элите, к демократической партии. Ну, враждебно, скажем, не то слово, но не очень симпатизировал. Больше с ним потенциализировал мая Санду. Да, там была любовь. Кстати, это один из советов, который дают эксперты Евросоюза. Отказывайтесь в своих отношениях с другими странами от любовных отношений. Ищите партнеров, а не друзей. И я думаю, мы должны подождать, создать свой альянс, в первую очередь, подождать, как изменится Европарламент. Я думаю, не столь сильно все-таки те же партии останутся в власти и тогда выстраивать вновь отношения, но уже с немножко другим уклоном. А выходить с инициативами по поводу своего видения развития восточного партнерства? Я думаю, сначала европейцы должны, новый парламент и новая элита должна будет сказать, как они видят новое восточное партнерство. А потом мы можем свое предложить. Потому что, в принципе, восточное партнерство – это задумка Евросоюза, это не наше. Ну, понятно, да. И поэтому они тоже зашли в тупик с этим восточным партнерством. Да мы в курсе, да. И поэтому нужно как-то вместе выходить, а это уже после выбора. Спасибо. И вам слово, Александр. Знаете, мне кажется, что в данном случае Евросоюз выступает в роли двоечника, у которого не получилось или не выполнили домашнее задание. В данном случае проект восточного партнерства откровенно провалился. Коррупция и на Украине. Нет, это мы двоечники, а они учителя не учили. Они двоечники, а мы в роли попрошайки выступаем. И мне так кажется, ну, во-первых, очевидно, что в результате выборов в Европарламент доля евроскептиков, так называемых, значительно вырастет. Мы посмотрим, что будет дальше. Но суммы, выделяемые в Болгарии, Прибалтом, Польше и Румынии уже снизились на развитие этих стран из бюджета Европейского Союза. Что будет с бюджетом на восточное партнерство, мы пока не знаем, дальше будет видно. Но мне кажется, что Европейскому Союзу строго необходима история успеха. И вот в данном случае мы можем попытаться изменить свой имидж попрошаек. И сказать, ребята, давайте, вот мы здесь готовы сделать раз, два, три, четыре, пять. Коррупция, борьба. Улучшить наше общество. И создать здесь такой островок стабильности. Попытаться сделать Республику Молдову лучше. Да, с вашей помощью. И я хочу напомнить зрителям, в прошлогодний саммит под эгидой президента, экономический форум, который был с российскими бизнесменами. Российские бизнесмены, вот так называемый мост между Востоком и Западом, готовы сюда, при нормальном отношении к слову русскому, то есть отсутствие дискриминации, закрытие каналов и так далее, готовы сюда вложить более миллиарда евро для поставок, производить здесь и поставлять и в Европейский Союз, и в Российскую Федерацию, и в другие страны. Вот вам преимущество того соглашения об ассоциации, которое изначально необходимо было подсчитывать. Но опять же, для этого необходимо единое общество, отсутствие дискриминации всего связанного с русским, который до сих пор поощрялся Европейским Союзом. Тогда у нас будет республика развиваться. Я благодарю вас за этот такой подробный, содержательный разговор. Спасибо за то, что вы сказывали свои точки зрения, спасибо за то, что спорили. У нас осталось ждать совсем недолго, два дня будет проходить вот этот саммит. Посмотрим, какие решения будут приняты и как они сами, европейцы и участники этого саммита, оценят работу Восточного партнерства. Мы ждем результата выборов в Европарламент, где пропорция суверанистов очевидна, что возрастет. Возрастет и уже тогда для Молдовы, между прочим, открываются хорошие перспективы начатия переговоров с некоторыми странами. Я знаю человека, который ждет больше этих выборов, чем вы, это Юрий Лянко. Давайте на этом закончим. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин